Все готово, да? У нас это не подсказка, это не шпаргалка, это калькуляция аудиосистемы. Ребят, всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию аудиосистему, не сверх громкую, но очень детальную, очень качественную. Она у нас собрана на компонентах Герц, на усилителях Kings Audio и сабвуфер в маленьком компактном закрытом ящике 10 дюймов, GEL Audio 10W3. Бюджет аудиосистемы, включая проводку, все необходимые провода, дистрибьютор и моменты, все для подключения преобразователя высокого уровня, колба, предохранитель, клеммочки и так далее, составляет 64 866 рублей. В состав этой аудиосистемы входит компонентная акустика Герц серии Чента, CK-165. Твиттер у нас установлены в уголках зеркал, мидбасы Герц установлены в штатные места. В заднюю полку были установлены изначально яйца. Яйца судьбы, блинчики, взрыв на макаронной фабрике, ну ладно, сейчас на это все дело. Вот такие вот, многие любят, да, вот, там вот кольцо Фарадея, а это фазовыравнивающая шляпа, короче. Мы их сняли, вот этот магнит многим не внушает доверия. Изготовили переходные колечки и установили туда 16-сантиметровые коаксиальные динамики CK-165, тоже серии Чента. Классно играют, у них шелковый твиттер, поворотный для направления диаграммы и звучания. И, ну, хорошее ровное звучание. Эти компоненты, ну, я уж приношу извинения, да, что вот так вот все вышло. У нас работают от компактного усилителя Kings Audio TSR 100.4. Маленький, малыш, с хорошей фильтрацией, с хорошим звучанием. Говорить про него много хорошего не буду, потому что мы на них собрали много-много-много систем. И своей надежностью, своей стабильностью они всегда нас радуют. Ну, а в багажнике расположился американец 10W0 серии 3. Один из самых бюджетных, один из самых дешевых сабвуферов GL, но породистый и отличный басок. Все-таки в нем присутствует. И работает он у нас от моноблока на полтора киловатта. Многим покажется это много, многим это покажется мало, но для хорошего контроля сабвуферу нужно дать мощности. Основным преимуществом является то, что в нем в комплекте есть регулятор баса. С помощью него мы можем добавлять-убавлять сабвуфер в любой момент времени. И все у нас это подключено медной проводкой. Еще раз повторюсь, бюджет аудиосистемы 64 866 рублей. В рамках акции «Бесплатная установка» все эти железки мы поставили в автомобиль бесплатно. Автомобиль Toyota Corolla. Она у нас уже играет, она у нас уже запела, она у нас настроена, она готова к выдаче. Осталось только поставить задний диван, наклеить наклейку автостиля и поставить хэштег «Двигайся с музыкой» и включить вам, как она запела. Ни для кого, конечно же, не секрет, чтобы музыка хорошо играла, необходимо сделать как минимум шумоизоляцию дверей. В данном случае шумоизоляция передних и задних дверей, крышка багажника и весь багажник целиком, включая арки колес. К сожалению, я вам этот этап не показывал, я вам показывал это в своем инстаграм. Но, ни для кого не секрет, японцы шумные, они постоянно беспокоят и отвлекают водителя, утомляют водителя в дороге. Дим, здорово! У нас сегодня, видишь, с утра пораньше, мы уже в строю. Давайте перейдем непосредственно к автомобилю, на котором 54 тысячи пробег. Этот автомобиль приехал к нам с Оренбургской области. Она как целка, она не из-под деда, она круче. Снежная королева Toyota Corolla. Чистота под капотом, в моторном отсеке, все очень четко. Здесь мы видим, к плюсовой клемме подходит силовой кабель. Он защищен предохранителем для безопасности. И этот предохранитель защищает именно кабель от короткого замыкания, от перетирания, а не усилителя. Так. Этот автомобиль оснащен системой центрального запирания. И с помощью штатного пульта мы открываем дверь. Здесь мы видим с завода наклеенную пленку. И здесь вот за сеточкой мы установили мидбасы Герц. Твиттеры установлены вот таким образом. Здесь нет уголков с штатной решеткой. Поэтому по согласованию с владельцем они установлены у нас в таких вот чашках направленных, которые идут в комплекте. В задних дверях у нас весла. Нету больше ни хера. Но мы сюда тоже наклеили вибро и шумоизоляцию. На спинке заднего сидения была изготовлена фальшпанель. На который установлен силовой дистрибьютор. На который установлен линейный преобразователь. Четырехканальный усилитель. И моноблоккинг с аудио. ТСР 1500.1 Особо внимательно сейчас напишут, что долбоебы опять прикрутили усилки кверх ногами. Почему мы их прикручиваем кверх ногами, я вам многократно-многократно отвечал. А мне хочется сказать отдельное спасибо нашему подписчику из Чебоксар. Я неделю назад был в Шупашкаре. И он мне подогнал домашнего продукта. Ай-яй-яй-яй-яй. А именно, черник и шиповник Каркаде раз. А сегодня суббота. Сегодня в Гуляй Рванина. Это виски. Назовем это Джим Бим. Это просто домашний продукт. И черноплодка. Мне хочется выразить отдельную благодарность. Мы не успели это все поставить туда, как уже один установщик выбрал виски. Другой Каркаде, третий шиповник. Я говорю, стоп-стоп-стоп. Мне нужно выразить слова благодарности. Спасибо вам большое. Ну а мы передвигаемся к Тойоте. В багажнике у нас над номерной рамкой красуется камера заднего вида. Которую мы тоже установили для удобства парковки. И здесь мы видим 10-дюймовый сабвуфер закрытого типа. 22 литра для десяточки джеля аудио. Вот такой вот плафончик. Он тоже стойкий, он с завода. Ребят, и управляет аудиосистемой у нас головного устройства TI, из которой было у владельца. Здесь всего 1 гиг оперативки. Всего 16 гигов встроенной памяти. Бюджетник и магнитол он ее купил под распродажу за 8 тысяч рублей. Играет она, конечно же, это не хай-энд, но это лучше штатки. Вы часто это спрашиваете. Все, переходим к прослушке. В багажнике места осталось. Маленький нюанс. Мы совсем скоро по вашим многочисленным просьбам введем корректировочки. И по умолчанию будем вешать защитные грили на сабвуфере. Владельцу я пообещал, как они у нас только приезжают, я ему вышлю с деком, защитный гриль, защитную решетку на этот динамик, чтобы не повредить диффузор, чтобы не повредить подвес, ну и чтобы была все-таки душа автостиля в каждом багажнике вашего автомобиля. Ребят, еще раз повторюсь, здесь фальшпанель, и здесь весь комплект аудиосистемы установлен бесплатно. Здесь три фальшпанель я недолго выбирал. Добавляем сабва. Добавляем сабва. Нет, басок, конечно, басок очень-очень артикулированный, Юра. Рядом Сита. Сейчас Ланцер приедет. Здорово, Антос. Снимаем. А снаружи не слышно ничего, да? А теперь садимся внутрь. Ребят, получилось. Долго настраивал, честно скажу. В этом ТАИСе, да, там улучшайзеров очень-очень-очень-очень много. Я их выключил в итоге. Сабвуфер мы регулируем отдельно регулятором. И, да, долго сводил фронт-тыл, потому что тыл, как бы, по старым добрым традициям, везде был он в полке. Там той же Камари, той же классики ВАЗовской. Вот. В последнее время тенденция автомобилей такая, что в задних дверях. В итоге, да, вот сошлись на этой настройке. Спасибо вам за просмотр. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня приступаем к Hyundai Solaris. О нем я расскажу в следующем видео. Мы там делаем комплексную шумоизоляцию. Устанавливаем туда аудиосистему кратно бюджетнее, чем здесь. Ну и, конечно же, я вам сниму интересный ролик. Двигайтесь с музыкой. Всем пока.